Девушки отдыхают Девушки отдыхают И тело народа, который точно вмешается, защитит этих жертв То под это попадут очень многие Леонид Пьешь Он был одним из ведущих диссидентов в Украине И он был принят невнимаемым И он после освобождения был очень важен на Западе Потому что это период между двумя мировыми конгрессами Всемирной ассоциацией психиатров Между Мексикой, 71-й, когда психиатры не хотели обсуждать эту тематику И Гону Луну, в котором все-таки советских осуждали И он был живым примером, что означает злоупотребление психиатрии в политических целях Понятно, почему они не хотели обсуждать Потому что тогда были психиатры из Латинской Америки Они были членами Всемирной ассоциации психиатров И там психиатры участвовали в питках Они сидели в комнате во время питки И как-то сказали, что лучше вот так питать Это имеет больший эффект И там были психиатры из Южной Африки В которых был апатхайт И уровень лечения белых и черных был совершенно разный Очень большие нарушения прав человека Потом в Австрии были психиатры Достаточно влиятельные, которые участвовали в программе «Эвтоназия» Как мы потом узнавали И которые очень честно тружили с этими психиатрами в Москве С Назьевскими, Морозовыми и так далее Потому что они как-то были братьями в преступлении И психиатры думали, что если мы сегодня будем говорить о советских То-то завтра, может быть, будут говорить про нас Тогда лучше вообще не говорить про права человека И вообще права человека была не такая главная тема в мировой психиатрии Но это одно из достижений от компании Против злоупотребления психиатрии в Союзе Что люди начали говорить опять-таки Об ограничении Что психиатр может делать и что нужно делать В Семейной Ассоциации Психиатров Приняло впервые этическую норму Кодекс И каждый раз, когда была следующая конференция В Семейной Ассоциации Психиатров Они как-то совершенствовали вот эту самую этическую норму Апогей моей уже не диссидентская Просто какой-то особой судьбы Я нахожусь в Москве Меня опубликовали в прекрасном московском журнале «Сельская молодежь» А тут я у подруги своей сижу, московской юриста И она меня знакомит И молодой человек Заместитель редактора журнала «Коммунист» Беседую Рассказываю что-то Он спрашивает Говорит, вы действительно завтра собираетесь в Киев возвращаться? Я говорю, да Я тут часто бываю Но, в общем, я же киевлянин А если я вас попрошу Напишите для нас статью О злоупотреблении в психиатрии Я смотрю на него Говорю, вы вообще даете себе отчет? Журнал «Коммунист» Он говорит, ну это же не ваши проблемы Это был предпоследний номер журнала «Коммунист» Он говорит, вы и едете домой Вы пишите статью Вы же не обязаны там писать, кто вы и сколько вы отсидели Просто врач, глузман Адрес такой-то Ну, я приехал, написал, послал Опубликовали в журнале «Коммунист» И это очень помогло мне и Роберту Когда в Греции был очередной психиатрический конгресс международный И мы там участвовали И меня Роберт туда вытребовал И ГБшники бегали за мной Тут в Киеве И просили Дайте нам возможность Мы вам поможем с визой Мы все вам сделаем Но они хотели, чтобы я спокойно себя там вел Я сказал, нет, ребята, я уж как-то сам постараюсь Визу получил в Грецию В эти дни в Афинах будет решаться вопрос Быть или не быть Советскому Союзу членом международного сообщества психиатров Моя позиция известна Я считаю, что в нынешней ситуации В ситуации, когда в руководстве психиатрической ассоциации страны По-прежнему люди, запятнавшие себя неблаговидными поступками И аморальными поступками Я считаю, что не время принимать официальное советское общество В всемирное сообщество психиатров Я думаю, что это позиция не одного меня А многих психиатров нашей страны Дело в том, что необходимо покаяться Необходимо признать, что это было Как минимум Никто из руководителей нашей психиатрии не желает это сделать Ну, естественно Потому что часть из них просто лично экспертировала инакомысляща Ну, а как оно будет? Увидим Во всяком случае, это событие И я получил много очень письменных просьб И устных просьб от бывших узников спецпсих больниц Которые просили передать их мнение западным коллегам Спасибо Когда мы начали готовиться к Афине Следующий вот мировой конгресс Там участвовали Там из Литвы был Алгирда Статкявичус Психиат, который тоже был жертвой Он сидел вот в Черняховск Билл Глузман из Киева Который прилетел первый раз за границу Там кто еще? Ну, вот вся наша группа там была Вообще, вот советская делегация Они прилетели в Афинный В тот же самый самолете, как и Глузман Ну, большая группа На самом деле главный человек Который вел переговоры о возвращении Не были психиатры Это был Решетов из МИДа советского И с нашей стороны это был Джим Берли Председатель президентского колледжа по психиатрии И Решетов тогда звонил в Москву Получить разрешение Отступить или не отступить И в конце концов Когда стало ясно, что да Вот советские, наверное Будут вернуть Какие условия? И первое условие Признание того, что случилось И в конце концов Было принято такое решение Что будет заседать Генеральная Ассамблея Что там не будет прессы никого Что там не будет лишних свидетелей Ну, наверное, им бы хотелось Чтобы и вообще психиатров там не было Ну, это же Генеральная Ассамблея Почему? Потому что нужно было Перед Генеральной Ассамблеей Перед голосованием Объяснить людям из Танзании Малайзии и прочих стран Что тут происходило вообще в СССР И что происходит сегодня Значит, они сидели за столом на сцене А я должен быть против шести или семи В общем-то, в большинстве своем Грамотных психиатров советских И началась дискуссия Дискуссия шла о прошлом Я говорил об их прошлом Они говорили, что этого не было И я помню, что я даже эмоционально произнес Это достаточно долго было Я не помню все Но у меня была такая реплика Очень эмоциональная Что это Вы тут можете рассказывать все, что вы хотите рассказывать И может быть, вам поверят Кто произнес эту реплику о том Что в стране В стране Уже другой совершенно климат И мы психиатры Тоже поддерживаем перестройку и гласность Ну, как бы мы хорошие Мы превосходные И лучше нас в мире нет Я достал журнал В котором за два или три дня до этого Была опубликована моя статья О злоупотреблениях психиатрии Я думаю, что психиатры из Малайзии Или Танзании не понимали А они И вот эти руководители всемирные Все понимали Журнал «Коммунист» Журнал «ЦК КПСС» В котором публикуют меня Не их И никто не говорит плохо О том, что я вот не смел И я неправду написал И я стоял с журналом Вот так поднялся Говорил, что это неправда Горбачев не с вами Горбачев со мной Вот журнал Они старались сдерживать эмоции На физиономиях Но они лихорадочно Задвигали ногами Потому что они растерялись Это было неожиданно для них Для всех Потом их Спрашивали их мнение Они все рассказывали Конечно, со мной не соглашались И в конце концов По-моему, американский психиатр Гарольд Высоцкий Сказал Петру Морозову Который фактически, как мы увидели Был главой делегации То есть он был ли от Центра КГБ Или от ЦК КПСС Мы не знаем Но этот молодой человек На самом деле Был главным И американцы это увидели И Гарольд Высоцкий ему сказал Я подготовил текст От вашего имени Вот именно этот текст Вы должны прочитать Перед голосованием Генеральной Ассамблеи Если вы читаете этот текст Изменить вы уже ничего не можете То мы голосуем за вас Но мы вас Как бы принимаем Но временно будем наблюдать Как будет себя вести Советская психиатрия То есть неполноценное голосование Частично Если же вы отказываетесь Или хотите каких-то изменений Он сказал Да-да Давайте мне Я думаю Что он с Москвой связался И он очень тихо прочитал это И Джим Берли Который очень Очень злой Он стоит И кричит Морозову Слушайте Я вас не слышу Прочитайте еще раз Громко Вот И вот Морозов Второй раз Прочитал Вот это заявление И после этого голосовали Что советские могут вернуть С какими итогами Вы вернулись Я думаю Что итоги Можно считать положительными Потому что Научная часть конгресса Была очень интересная Наши психиатры советские Выступили с большим успехом С научными докладами А что касается Вот Вступления Нашей ассоциации В состав Всемирной ассоциации Психиатров То оно состоялось Тоже И было Голосование Подавляющим большинством Голосов Проведено Наше общество 291 Голос получили За И 40 45 По-моему Против Я не слышал Выступления Глузмана Потому что я на заседании Ассамблеи не был Куда он был приглашен Но он заявил Что он не представляет Там Так называемая Независимая ассоциация Психиатров И выступал от себя Лично на этом заседании Предъявил ряд претензий Но ни о каком покаянии Тут речи По-моему не шло Он призывал К признанию того Что в советских Психиатрических больницах Ну это его личное дело Я не могу вмешиваться В его позицию Это его позиция Советская делегация Подтверждает Или отрицает Эти факты Нет Мы сделали заявление Об этом имеется Меморандум Специальный Который от имени Всесоюзного общества Представлен Был внимание Генеральной ассамблеи Где говорилось О случаях Имевших Случа Злоупотребление Вне медицинских целях Вот это Мы согласны Об этом Пресса писала В общем Это общеизвестно Было ли это призвано Системой Нет О системе Тут речи не шла Вы знаете Это все советское явление Простите меня За грубость За резкость Советские инженеры Советские рабочие Не лучше Лунца И Тальца Они работали На эту систему Простите С моей точки зрения Нет никакой разницы Между людьми Которые Производят Колючую проволоку И людьми Которые Этой проволокой Огораживают Лагерь Лунц Тальца И остальные Это такой же продукт Советской системы Как все Другие Советские люди Они делали Свою работу За которую Им платили Деньги Между прочим Некоторые Из них Себя при этом Вели Очень прилично И пытались Даже помочь Нашей стороне Что вы от них Хотите А чем лучше Михалков Написавший Гимн Советского Союза А чем лучше Писатели Советские Восхвалявшие Эту власть Скажите мне Это то же Самое явление Психологически По-человечески Это то же самое Явление Поэтому Обвинить КГБ Лунца Тальца Во всех этих вещах Более чем Я могу обвинить Среднего советского Человека При всем Желании Я не могу Я считаю Что их вина Одинаковая Ну хотя Советские Вернули Всемирную Ассоциацию Психиатров Все-таки У меня Было такое Чувство Что мы Победили Потому что Очень многие Выпустили Из психиатрических Клиник И Потом Начал Совершенно Другой Период Потому что У меня Всегда Было чувство Что мы Критиковали Советскую Психиатрию Сказали Что это Негуманно Что они Нарушают Все этические Нормы И вдруг Появятся Люди Там Которые Хотят Поманять Строить Новую Психиатрию И как Я могу Отказаться Их Помочь Потому что Критика Это одна Но надо Помочь Надо Что-то Создавать И Значит У меня Все Как-то Стало По-другому Большая Задача Переды Мы даже Не понимали Тогда Сколько Времени Нужно Чтобы это Делать Сначала Ну вот Первая страна В которой Мы очень Активно Начали Работать Это Была Именно Украина Из-за Гузмана И у нас Было Такое Чувство Что Ну Может быть Не пару Лет Но Мы будем То-то То-то Делать И тогда Уже Становится Новая Психиатрия И не так Потому что Сначала Надо Разрушать Вот старую Стоп Строить Новую И система Очень Как-то Солидная И все Как-то Пересвязано И вот И очень Много Не хотели Изменения Потому что И это Понятно Потому что Жизнь Мняется Страна Вдруг Вот Независимая Экономический Кризис И Единственное Что еще Было Ясно И твердо Это Вот Эти Старые Вот Системы И зарплата И Место Вот Как-то В иерархии Вот Психиатрии Следствие Деятельности Диссидентов Они Они Существуют Сегодня Они Довольно Зримы Ну Вот Например В Закон Психиатрической Помощи Был Написан С большим Участием Людей Которые Сопротивлялись Психиатрическим Злоупотреблением В частности Независимая Психиатрическая Ассоциация Которая Была Создана В 88 Году Была В 89 Уже Зарегистрирована Во всемирной Психиатрической Ассоциации Она Приложила Значительное Усилие Для того Чтобы этот Закон Был Написан И для Того Чтобы Психиатрическая Практика Отвечала Современным Требованиям И требованиям Стандартам Демократического Государства Были Введены Нормы Которые Препятствуют В определенной Мере Препятствуют Психиатрическому Произволу Были Введены Судебные Санкции На Помещение На Приложительное Помещение Психиатрическую Больницу Судебный Надзор За состоянием Психобольниц За Людьми Которые Туда Помещаются Определенные Определенные Плюсы Были То же самое Можно создать И в отношении Российской Конституции Которая Сейчас Конечно Осталась Просто Бумажкой Но Когда Она Принималась То Она Принималась В том числе И С Подачи Людей Которые Примали Участие В Действительном Движении И Закон СМИ О Средствах Массовой Информации Точно Так же То Что Осталось От Демократического Движения Скажем Так После того Как Рухнула Советская Власть Это Было Эти силы Эти ресурсы Были Использованы Для того Чтобы Попытаться Как-то Столкнуть Страну На путь Демократии И в том числе В правовом поле В смысле Принятия Закон Сейчас Сейчас Возрождается Много Инструментов Политического Давления Вообще Репрессивных Инструментов Которые Использовались Советской Властью И это Совершенно Понятный И Закономерный Процесс Авторитарный Режим Не может Существовать В каком-то Стабильном Состоянии Он должен Либо Закручивать Гайки Либо Распасться Вот он Закручивает Гайки И Для того Чтобы Каким-то Образом Принудить Общество К Установленному Для него Поведению Так как Это власть Представляет Будут Использоваться Разные Механизмы И конечно Одним из Механизмов Будет Карательная Психиатрия Потому что Они хорошо Помнят Что это Было Для них Просто Успешно Эффективно Для Людей Которые Попадают Под этот Молот Это было Страшно Смысл Этой Власти В том Чтобы Посеять Страх В обществе И Конечно Карательная Психиатрия Это один Из способов Посеять В обществе Страх Они Сейчас Пробуют Применять Этот Метод В отношении Последственных Их сажают На экспертизу Вот сейчас Посадили Наримана Джолиала На Месячную Экспертизу В Крыму Известный Случай Шаманом Габышевым Которого Вынесли Определение О принудительном Лечении Это все Случаи В которых Психиатры Могут Спорить Правоведы Могут Спорить Но Это все Таки Ясно Указывает На то Что Они Пытаются Пустить Следствие И Судебные Процессы Вот По этому Пути Психиатры Этому Не очень Поддаются Я знаю Много Случа Когда Психиатры Отказывают Орган Следствия В том Чтобы Признавали Человека Невменяемым Когда ему Шьют Какое-то Политическое Дело Но Следователи Особенно То Что касается ФСБ Которая Абсолютно Наследовала Традиции КГБ КВД Чикаго ПУ Это все Те же Самые Традиции Они Помнят Об этих Методах И они Пытаются Посмотреть Как Может Получиться Здесь Может Получиться Здесь Где-то У них Что-то Получается Я думаю Что таких Попыток Будет Все Больше И Больше Получая Высокое Звание Врача И Приступая К Врачебной Деятельности Я Торжественно Клянусь Беречь И развивать Благородные Традиции Советской Медицины Во всех Своих Действиях Руководствоваться Принципами Коммунистической Морали Всегда Помнить О высоком Призвании Советского Врача Об ответственности Перед народом И государством Неустанно Бороться За мир За предотвращение Ядерной войны Неустанно Бороться Звонит За предотвращение Ядерной войны Бороться Славься Борося Борося Славься, Ленина! Сила народная! Ах, как Господь, так и вовремя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова